МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Один поединок к ничьей и один раз разделывались с ними, победив 2-0. Такой же счет был и в данной воскресной встрече. В первый тайм соперники не сумели забить друг другу, хотя и подопечные Олега Короля и Сергея Ясковича приложили для этого немало усилий. Размочить счет удается на 59-й минуте игры. Дмитрий Герман воспользовался суетой в штрафной зоне гостей и расправляется с их галкипером. Гол! Дмитрий Герман! 1-0 мы повели! Дмитрий Герман пас! Дмитрия Градобоева! Не менее эмоционально болельщики волны воспринимают и второй забитый пинчанами гол. Егор Трояков перехватывает отбитый с углового в мяч и головой направляет его по адресу. Сразу после завершения игры юные фанаты волны бросились на поле поздравить своих футболистов. После всех 32 туров они расположились на четвертой позиции турнирной таблицы с активом в 55 очков. Всего два балла не хватило дотянуться до третьего места, которое досталось недавнему сопернику пинчан Крумкачам. Лидер чемпионата Держинский Арсенал, за ним на втором месте Бобруйская Белшина. Лучшим бомбардиром волны по итогам турнира назван ее нападающий Алексей Теслюк. Им забито 12 мячей. На пять меньше у его коллегии полузащитника пинчан Виталия Кибука. Особую благодарность футболисты волны и ее тренерский штаб выражают своему фан-сектору и всем, кто поддерживал белосиних в их сражениях на поле. И о завершении игрового сезона пинского футбольного клуба Стэнлис сыграны все матчи чемпионата команд второй лиги и, увы, стэнлисовцам не удалось справиться с задачей попасть в первую четверку второй лиги. И вот пришла новость, что в доме футбола могут предложить пинскому клубу все-таки пойти на повышение в первую лигу. По этому поводу свой комментарий оставил владелец клуба Роман Гришковец. Роман Федорович не любитель давать интервью на камеру, но вот какие его слова были опубликованы в интернет-источнике, сайте FootballBuy. Дословно. Если бы добились права выступать в первой лиге по спортивному принципу, то сказал бы однозначно, что туда идем. А если искусственным образом, то это никому не надо. На самом деле желание такое у нас было и есть. Все зависит от финансирования. Далее Роман Гришковец ссылается на убытки его предприятия в нынешнем году, что, понятное дело, может сказаться на перспективу команды. Раскритиковал владелец клуба и финальную встречу с Малоритой, в которой рефери не назначает очевидной пенальти и тем самым не дает реальный шанс Стенелесу победить и по праву попасть в первую лигу. На вопрос, пойдете ли туда, Роман Федорович не сказал ни да ни нет. Есть ряд обстоятельств и нужно дождаться определенных факторов. Но пообещал, что полная ясность в этом вопросе наступит ближе к январю. На этой неделе футбольный клуб Стенелес отправляется в отпуск. Напоследок команда тоже благодарит своих фанатов и болельщиков, поддержку от которых ждут и в следующем игровом сезоне. Отдельное спасибо футболисты адресуют юным фанатам Стенелеса, а также фотографу Николаю Вишневскому, автору ярких снимков игры команды и ее почитателей. Очередная возможность порадоваться за пинский хоккей. Ястребы проводят третью домашнюю игру подряд в свою пользу и таким образом завершают первый этап чемпионата шестиматчевой победной серии. Не смог справиться с нашей командой «Могилев-2», хотя для этого соперник очень старался. По ходу матча каждый из оппонентов забивает шайбу и не успевает оторваться в счете, как ему прилетает ответная. Вначале отличается Ярослав Смычков, но только во втором периоде пинские ястребы пропускают и в то же время успевают сравнять счет под занавес этой части встречи 2-2. К победе приводит нашу команду Артем Шумейко, автор четвертой решающей шайбы. 21 ноября пинским ястребам тоже улыбается удача. На своей ледовой площадке громим «Брест-2». Четыре шайбы влетают в ворота гостей. Ответить пинчане не позволяют и отправляют Брещан домой со счетом 4-0. Голами порадовали своих болельщиков Евгений Яшкевич, Николай Васин и дважды забивает Александр Барахтин. Приятно отметить, что в пинских ястребах сегодня играют и лучшие бомбардиры чемпионата во второй группе. В настоящий момент лидирующую позицию по забитым шайбам турнира держит Ярослав Смычков. Его результативное достояние – 19 шайбы, 54 очка в 23 играх и 35 ассистентских балла. Вторую строку рейтинга бомбардиров занимает Данила Галеев. Его актив – 45 очков в 23 играх, 22 шайбы и 23 результативные передачи. Как говорится, ястребы так держать. Достижения на воде сборная Брестской области включила в свой состав троих спортсменов из Пинской с дюшер номер один и стала серебряным чемпионом страны по плаванию на короткой воде. К сожалению, медалей наши ребята не добыли, но все же смогли отличиться. Сергей Столярчук на 200-метровке вольным стилем впервые выполнил норматив мастера спорта Республики Беларусь. Его коллега Виктория Колесникович также показала хорошее время, чтобы претендовать на звание кандидат в мастера спорта. И это еще не все. Наши пловцы побили рекорды города. Есть и такая классификация достижений в спорте. У мужчин Сергей Столярчук улучшил время на дистанции 50, 100 и 200 метров вольным стилем. Бенько Максим отличился в заплывах на спине 50 и 100 метров. Городской рекорд имеется и в эстафетном плавании, который установил квартет наших спортсменок, состоящий из Анны Стасько, Марии Гамолко, Виктории и Арины Колесникович. Представительница этой же спортивной школы с дюшер номер один показала себя на первенстве страны по спортивной гимнастике в Гродно. Второе место пьедестала почета заняла Диана Пиловец. Она вышла в финал в трех видах многоборья, где стала одной из победительниц в опорном прыжке и на бревне. Смотрите «Спортэфир» в следующий вторник, а я прощаюсь с вами. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова